Я приветствую вас в своем видеоблоге. Меня зовут Александр Зимин. И сегодняшняя тема – улучшение мужской фертильности с помощью методов натуральной медицины, с помощью фитотерапии. Дело в том, что синтетических препаратов, которые бы улучшали фертильность, практически нет. Можно использовать анаболики, стероидные препараты, но они все чреваты и сопряжены с вредными воздействиями на печень и другие системы. А вот натуральными методами, естественными, возможно воздействовать только при помощи лекарственных трав. В основном, это травы из аюрведы. И сейчас я приведу отрывок из вебинара, где я тоже очень подробно буду говорить о каждой траве, как она выглядит, показывать, рассказывать. Почему именно аюрведа? Дело в том, что эти травы из аюрведа, они чаще всего поступают в Штаты, в англоязычные страны. И там проводятся клинические исследования и в достаточно большом объеме. Поэтому мы знаем, насколько они работают с позиции доказательной медицины, какой у них есть эффект. Поэтому в основном это травы аюрведической медицины. Конечно же, и российские есть травы и даже экстракты. Давайте приступим к просмотру. Если у вас какие-то есть вопросы, то обязательно задавайте в комментариях. Следующий раздел посвящен повышению мужской фертильности, так как мы помним, что половина всех неудач, попытки забеременеть, они приходятся на мужскую составляющую. И для этого проводится анализ спермограммы. Это то, с чего необходимо начинать. Там оценивается количество сперматозоидов и их морфология. То есть, как они выглядят, нет ли каких-то форм, скажем, патологических, которые мешают и являются препятствием достижения беременности. Однако, даже если нормальные показатели спермограммы, оцениваются также функциональные свойства. То есть, если нормальный показатель спермограммы и проблема остается с зачатием, то можно исследовать и функциональные его особенности, которые выражаются в так называемом показателе ДНК фрагментации. То есть, это более глубокий, более функциональный метод оценки спермограммы. Также, конечно, необходимо исключать курение, лекарственные препараты некоторые, ухудшая фертильность, алкоголь. И даже большое употребление энергетических напитков приводит к бесплодиуму. В аюрведе то, что касается сексуальности, репродукции, это ваджикарна. Сюда и эректильная функция, ее повышение либидо, сперматокинез, вся эта сфера в аюрведе называется ваджикарна. Итак, одно из лучших средств, которое улучшает показатели спермограммы у мужчин, это мукуна. Мукуна пруренц. Вот как оно выглядит в виде боба с такой пушистой поверхностью. И основной его механизм действия, это содержание аналогов L-допамина. L-допамин это медиатор, который работает в голове мозга, это нейромедиатор. Он осуществляет связь между нейронами. И также доказано, что L-допамин улучшает количество и качество сперматозоидов. Вот такое двойное действие, оно ставит мукуну на первое место повышения мужской фертильности. Кроме того, мукуна это тоник и адаптоген. То есть он повышает энергетические запасы, что важно для выделения, для продукции сперматозоидов, так как это, естественно, энергозаптратный процесс. Все, что связано с клеточным делением усиленным, оно требует энергии. И плюс дополнительный эффект антидепрессивный. То есть как антидепрессант своего рода, потому что это свойство L-допамина антидепрессивного, как свойство антидепрессанта. Поставляется он в форме порошка. Следующая ашваганда, о которой ранее шла речь, витания сомнифера, оно тоже влияет на качество и количество сперматозоидов, обладая адаптогенным, анаболическим, тонизирующим, антиоксидантным действием. Его обязательно необходимо включать для повышения фертильности. Следующее это гудучи, тиноспория сердцелистная. Оно применяется в аюрведе как эффективный иммуномодулятор, то есть улучшающий работу иммунной системы. Плюс дополнительный имеет свойство воздействовать на нервную систему и оптимизировать гормональную функцию. Используется для лечения респираторных и вирусных заболеваний как некое дополнительное позитивное действие. Действие его, в отличие от мукун, не такое быстрое, не такое выраженное, поэтому срок использования, срок применения от трех месяцев без перерывов дает нужный эффект или лучше добавлять его и сочетать его с применением мукуны. Следующее мы смотрим как выглядит тиноспория сердцелистная. Это многолетняя крупная лиана, которая сбирается на огромные деревья. Итак, следующее это уже пошли антиоксиданты. И среди антиоксидантов мощное совершенно средство это экстракт виноградных косточек. Обладает следующим набором свойств. Это он нейтрализует экстракт, этот свободный радикал. Это сильное антиоксидантное свойство. А это необходимо для репродукции, так как все патологические факторы, все вредные, все канцерогенные и, допустим, лекарства, которые человек применяет, они повреждают и ухудшают сперматокинез, так как вырабатывается огромное количество вот этих свободных радикалов, представленных, допустим, свободными и свободным кислородом, недокисленными продуктами. Это все-все повреждает репродуктивную функцию. А репродуктивная функция, она связана с клеточным делением, как усиленный сперматокинез энергозатератный. И вот в этом случае, конечно, необходимо экстракт виноградных косточек применять. Следующее – это L-аргинин. L-аргинин – это аминокислота, и она является предшественником в цепочке выработки оксида азота. Оксид азота, как известно, это средство и основное вещество, благодаря которому расширяется сосуды. И в 1998 году, совершенно недавно, за этот факт была присвоена Нобелевская премия. Ни больше, ни меньше. Все мы знаем, что при сердечно-сосудистых заболеваниях используются нитраты, нитроглицерин. И это уже было открыто более 100 лет назад. Однако, как действует нитроглицерин? Открыто совершенно недавно, и за счет оксида азота. И вот L-аргинин – это предшественник оксида азота. И так как улучшается кровоток за счет расширения сосудов, за счет улучшения микроциркуляции, это улучшает кровоснабжение в ткани яичка, и, соответственно, улучшается сперматогенез. Дополнительное и совершенно необходимое свойство L-аргинина – это улучшение эрекции, поэтому он используется для лечения импотенции, для улучшения эректильной функции. Также он назначается совместно с гинкой белобы, и они взаимно усиливают действия друг друга. Также переходим к тем витаминам и микроэлементам и биодобавкам, которые абсолютно необходимы при снижении мужской фертильности. Это витамины, витамин С, витамин Е, половой витамин, витамин В12, это бета-каротин, это селен, фолиевая кислота, и особенно ее биодоступная форма L-метилфалат, альфа-липоевая кислота, L-карнитин, N-ацетилцистеин. Все это абсолютно необходимо, повышение и улучшение сперматогенеза. Вот, собственно говоря, я и представил все те фитотерапевтические препараты, все те травы, из которых делаются фитосредства, микроэлементы и биодобавки, которые улучшают репродуктивную функцию женского организма и мужского. Необходимо, конечно же, придерживаться доз. Дозы эти должны назначаться индивидуально, так как, конечно, бесплодие возникает по многим причинам. И в каждой из них необходимо разбираться, и в каждом случае необходимо индивидуально подбирать нужные дозировки и нужные сочетания. Я говорил в отдельности о каждой траве, о каждой биодобавке, но когда назначается рецептура, то, конечно, необходимо их правильно и грамотно сочетать. Это сочетание проводится с учетом взаимного усиления действия, так, чтобы не получилось, что мы даем траву одну и потом вторую траву в сборе, они друг с другом антагонисты, они будут перекрывать действия друг друга. Нет, это как раз наоборот, надо подбирать так, чтобы они взаимно дополняли друг друга, чтобы эффект был более выражен. Это все, конечно, необходимо делать в индивидуальном порядке. Я благодарю за внимание, кто слушал этот курс, и желаю всем здоровья и благополучия и улучшения репродуктивной функции, чтобы у вас все было в этом плане, в этой сфере на отлично. Спасибо.